урок самоуважение признаки актуальности урока для вас от природы вы мягкий человек даже если вы научились быть или казаться жестким и способным за себя постоять изначально вы ощущали себя достаточно беспомощным у вас есть страх оказаться жертвой потому что вы довольно часто бывали в этой роли вы часто испытываете чувство обиды вам часто кажется что люди плохо к вам относятся ваши жизни часто бывают ситуации когда вас тянет к людям которые вас отвергают или не способны полюбить поэтому на вашем пути часто встречаются холодные равнодушные люди в свою очередь вы часто отвергаете тех кому вы нравитесь когда кто-то относится к вам симпатией уважением и любовью вам начинает казаться что это ненадолго что вас скоро разлюбят из-за страха быть отвергнутым вы можете даже избегать отношений у вас часто возникает желание разорвать отношения даже если они благополучные это самозащита вы боитесь что иначе партнер сделает это первым так как не уверены что вас любят даже если партнер не дает поводов сомневаться в том что любит вас вы все равно сомневаетесь вам важно чтобы вам постоянно говорили о любви восхищались вами хвалили вас это происходит из-за того что в глубине души вы не верите в то что достойны любви вам постоянно требуются внешние подтверждения того что вас любят но даже самых убедительных подтверждений вам мало вы все равно сомневаетесь в том что любимы вам не удается достигать значимых для себя целей постоянно возникают препятствия и вы либо заходите в тупик либо вынуждены бросать все на полпути и искать новые цели как бы вы ни старались преуспеть результаты оказываются мизерными у вас есть таланты и способности но они не реализуются в полной мере может быть вы не придаете значение своим талантам преуменьшаете их не верите в себя но не исключено что вы стараетесь изо всех сил работая и развивая свои таланты а успеха все равно нет не видя и не ценя своих истинных талантов вы способны тянуться к занятиям в которых не сильны и не делаете того в чем по-настоящему сильны вас преследуют проблемы с деньгами как бы вы ни старались зарабатывать денег всегда мало вы не умеете принимать подарки и комплименты не чувствуете ничего кроме неловкости задачи которые необходимо решить в рамках урока самоуважения принять себя таким как есть осознать как хорошо быть собой а не кем-то другим научиться ценить себя как проявление божественной любви частицу бога ангела принявшего земную оболочку но сохранившего свою высокую и прекрасную суть осознать себя достойным любви любимым богом обрести чувство собственного достоинства осознать и принять все свои достоинства и таланты найти в себе источник любви и самоуважение научиться достойно и с благодарностью принимать дары жизни научиться распознавать ложные и истинные цели отличать свое от чужого не садиться не в свои сани выбирать только лучшее для себя вы снова и снова встречаетесь с людьми и ситуациями которые вас обесценивают урок самоуважение встречается очень часто и это неудивительно вас веками учили не ценить и не уважать себя сейчас пришло время когда невозможно продолжать жить и эволюционировать если у вас есть подобные искажения вот почему именно этот урок многие многие из вас выбрали на данное воплощение что привело вас к такому выбору то что вы вновь и вновь из воплощения в воплощение становились жертвой это превратилось в замкнутый круг вас затягивало туда против вашей воли вы не могли найти выхода потому выбрали для себя этот трудный урок чтобы он подтолкнул вас к выходу который конечно же существует и ожидает когда вы будете достаточно готовы чтобы подойти к нему что произошло с вами в рамках данного урока в этом воплощении сначала появились катализаторы они нужны чтобы активировать урок кто-то выбрал в качестве катализаторов родителей одного или обоих кто-то других людей перед началом воплощения вы сами договорились с ними об этом вы договорились и о том каким образом они будут действовать в качестве катализаторов в большинстве случаев их действия проявлялись в том что они тем или иным способом обесценивали вас они не признавали ваших достоинств или умоляли их они могли говорить да кто ты такой что ты возомнил о себе или не думай что ты особенный или ты конечно умный и способный но не забывай что есть множество людей гораздо умнее и способнее вы понимаете все это было задумано вами же и все это делалось для вашего же блага потому что иначе вас было не подтолкнуть к прохождению урока что произошло дальше вам стало казаться что вы недостаточно хороши что быть таким как есть плохо вы начали отвергать себя и пытаться стать каким-то другим чтобы понравиться окружающим в итоге вы выбираете не своих людей и не свои занятия вы выбираете людей и занятия которые вас отвергают а вы отвергаете тех людей которые вас любят и те занятия которые у вас получаются хорошо в итоге вы снова и снова встречаетесь с людьми и ситуациями которые вас обесценивают это и есть основная коллизия вашего урока это заставляет вас страдать и это тоже нужно чтобы вы вплотную подошли к отработке урока обычно люди начинают задумываться о необходимости перемен лишь тогда когда страдания уже дошли до края но не обязательно этого дожидаться вы можете приступить к отработке урока в любой момент три фазы методики отработки урока состоят в следующем первая фаза переключение на внутренний источник любви вторая фаза признание своих талантов и достоинств третья фаза принятие лучших даров жизни важно если этот урок для вас второстепенный то через какое-то время обесценивающие люди и ситуации перестанут возникать в вашей жизни а если урок главный они продолжат появляться перед вами и дальше но вы уже будете знать что делать и как себя вести вы научитесь не попадаться в эти ловушки вы просто будете обходить их стороной зная что достойны лучшего первая фаза переключение на внутренний источник любви вы привыкли ориентироваться на мнение тех кто вас обесценивает они делают это не потому что не любят вас но они ведут себя так будто не любят вас потому что это предусмотрено вашим уроком их роль не изменится они по-прежнему будут вести себя именно так как бы вы не пытались выжить из них хоть каплю любви самое правильное что вы можете сделать оставить эти попытки поблагодарите за урок всех кто обесценивал вас отвергал вас был равнодушен к вам они вели себя так чтобы вы перестали искать источник любви в них ваша задача отвернуться от них и повернуться к себе возможно для этого придется больше времени проводить в уединение может быть придется даже расстаться хотя бы временно с людьми которые вселяют вас неуверенность ведь для вас важнее всего вернуться к себе и вновь обрести свою самоценность у вас внутри частица бога бог это прекрасная энергия любви это сияющий свет это чистота это истина это восторг бытия но главное это любовь и ее производные сострадание милосердие сочувствие прощение вы все это можете найти в себе и все это дать себе вторая фаза признание своих талантов и достоинств человек который проходит урок самоуважение обычно не знает своих достоинств часть урока состоит в том что окружающие не признают его талантов способности достижений вас не хвалили в детстве само собой но может быть уже хватит горевать по этому поводу может быть уже хватит обижаться на ваших родителей и воспитателей они всего лишь играли определенную роль в вашей жизни роль далеко не случайную и вы и они забыли о том что так и договаривались забыли и о том для чего вы сделали это чтобы помочь вам самостоятельно обрести уверенность и самоуважение почему они это делали не с помощью любви а с помощью отрицания и обесценивания потому что это оказалось более эффективное средство в тепличных условиях вам было бы жить приятнее но там вы не могли бы закалиться зачем искать тепло и свет в себе если вокруг его достаточно и так но то что вокруг не вами создано а значит не может служить вам по-настоящему вам нужно было найти источник силы внутри а для этого окружающим вас людям пришлось создавать для вас практически невыносимые условия иначе вы никогда не обратились бы за помощью к богу вы не начали бы искать его в себе и так пришло время понять если ваше достоинство никто не признавал это не значит что их нет достоинства существуют независимо от того признают их или нет достаточно того что ваше достоинство известны богу значит они могут стать известными и вам 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 не нужно больше гнаться за признанием и чьим-то одобрением поверьте это не прибавит вам счастья где одобрение там и осуждение где хвала там и ругань вы живете в дуальном мире и иначе тут быть не может ввергнуть себя в зависимость от похвалы или осуждения значит никогда не узнать себя настоящего так вы заблокируете свои таланты и поместите себя в слишком жесткие самоограничивающие рамки бог не осуждает и не ругает никогда и никого бог признает ваши таланты безусловно и безоговорочно взгляните на себя глазами бога увидите то что на самом деле есть в вас то настоящее что является вашей сутью не то чем вам хотелось бы удивить кого-то не то чем вам хотелось бы быть а то чем вы являетесь на самом деле поверьте вам не нужны чужие таланты у вас есть свои вам не нужен чужой успех ваш собственный успех принесет больше счастья вам не нужно быть кем-то другим вы прекрасны такой какой вы есть не ориентируйтесь больше на обесценивающее мнение пусть их будет сколько угодно вокруг вас но в них нет истины истина в том что вы есть ценность если вы признаете эту истину всей душой рядом с вами появятся те кто тоже сможет оценить вас по достоинству как цените себя вы как ценит вас бог у вас множество достоинств успехов и достижений это так даже если окружающие не замечают этого даже если вы сами не замечаете этого вспомните все в чем вы преуспели все что вы сделали хорошо вы увидите что этого не так и мало начните замечать ценить и отмечать все что вы делаете с чем справляетесь чего достигаете вы чего-то достигаете каждый день вы многое можете умеете вы со многими вещами справляетесь лучше чем другие осталось только научиться замечать и ценить это 3 фаза принятие лучших даров жизни если вы проходите урок самоуважение то подсознательно считаете себя недостойным лучших даров жизни у вас внутри сидит программа если даже я получу что-то хорошее то у меня это быстро отнимут потому что я недостоин поэтому вы отказываетесь от хорошего вы неосознанно выбираете то в чем велика вероятность неудачи вы выбираете людей которые вас отвергнут вы выбираете занятия в которых не преуспеете после этого вы сможете сказать ну вот я же знаю что у меня никогда ничего не получается это потому что я неудачник я ни на что не годен вам может казаться что это злой урок наказание несчастливая предопределенность но это не так это всего лишь исходные данные вашей задачи если ничего с этим не делать ничего и не изменится но если взяться за решение задачи то вы можете прийти к другому результату признав свою ценность вы можете почувствовать что в самом деле достойны лучшего те кто вас отвергает не хотели вам зла просто они играют приготовленную для них роль о которой вы с ними договорились вы договорились вот о чем если вы не ценя себя будете выбирать этих людей не подходящих для счастливых отношений то есть делать не лучший выбор эти люди будут отвергать вас чтобы вы все же задумались о том что возможно достойны лучшего обратите внимание вот на что вокруг вас множество других людей множество из них хорошо к вам относятся но вы не замечаете их вы отвергаете их также как вас отвергают те кому вас тянет дело не в том что мир бессердечен дело в том что сидящий у вас внутри программа безошибочно выбирает тех кто будет бессердечно относиться к вам вы можете начать жить вопреки программе она не всесильно дух живущий внутри вас сильнее как бы программа не диктовала свои условия вы можете начать жить по своим собственным правилам вы можете принять решение что отныне будете строить отношения только с теми кто способен любить и относиться к вам с душой вы можете принять решение начать замечать то хорошее что предлагает вам жизнь и принимать это с достоинством и благодарностью вы могли бы принимать больше любви если бы считали себя достойным ее вы могли бы принимать в свою жизнь больше разных даров в том числе и материальных если бы лучше относились к себе и считали себя достойным их вы можете научиться этому и тогда даже если программа низкой самооценки и неуверенности в себе никуда не исчезнет вы лишите ее власти над собой вы можете научиться вести себя по-другому и программа уже не сможет контролировать вас вы будете контролировать ее и она не помешает вам построить свое счастье и и и и и и и и